Всем привет, друзья! Сегодня рассмотрим вот такую вот замечательную посылочку с инструментами от фирмы Мачете. И в первую очередь, конечно же, хочу выразить благодарность компании за предоставленные образцы. Фирма Мачете предлагает множество всевозможного инструмента для моделиста, и сейчас мы рассмотрим, что здесь находится. Ну а в будущих стройках я уже буду его применять и подробнее расскажу о своих впечатлениях. Ну а что сможем, протестируем уже сейчас и сравним с теми инструментами, которые у меня есть. Давайте же открывать коробочку и приступим к обзору. Итак, друзья, при первом взгляде на содержимое коробки могу сказать, что здесь все самое необходимое для сборки модели. Можно сказать, стартовый набор моделиста в плане инструментов. Но тем не менее, есть и более специфические вещи. Давайте сейчас рассмотрим все по порядку. Итак, я достал все инструменты. Как видите, здесь есть на что посмотреть, но это, конечно же, не весь ассортимент Мачете. Я оставлю ссылку в описании под видео, и там вы сможете посмотреть все, что предлагает эта фирма. Ну а мы рассмотрим те инструменты, которые у меня на столе. Начнем, как и полагается, с основы. А основа в моделизме это модельный коврик. Вещь, на мой взгляд, безальтернативная, так что такой коврик наверняка станет одним из первых ваших приобретений. У меня в руках пятислойный двухсторонний коврик формата А4. Еще хочу сказать пару слов об упаковке продукции Мачете, чтобы в дальнейшем к этому не возвращаться. Давайте посмотрим на примере коврика. К каждому товару приложена такая вот небольшая обложечка. Здесь все указано на русском языке, так что легко можно будет прочитать меры предосторожности, а также характеристики изделия. Кроме, собственно, названия и фирмы, на лицевой стороне указан вариант исполнения изделия. Такие варианты встречаются на некоторых инструментах. Например, здесь можно увидеть, что у Мачете присутствует более простой вариант коврика трехслойный или же такой вот пятислойный, который у меня в руках. На обороте, как я и сказал, присутствуют меры предосторожности, а также характеристики изделия. Подробно на этих обложках я останавливаться больше не буду, но тем не менее в кадре покажу и если будет интересно, вы всегда можете поставить на паузу и прочитать подробнее. А сейчас давайте посмотрим на этот коврик. На лицевой стороне стандартная разметка в клетку, линейка, углы, а также квадратные и круглые сечения. На обороте же всевозможные окружности и радиусы. Ну а также снова линейка и разметка в клеточку. На мой взгляд, разметка достаточно исчерпывающая и очень пригодится при работе над диорамами или всевозможными самоделками. Ну а сам же коврик плотный, толстый, приятный на ощупь и выглядит весьма добротно. Переходим теперь к следующим инструментам. Для быстрого тестирования некоторых инструментов я взял вот такие вот два ящика от Миниарт. Так что сразу попробуем отделить и зачистить детали этих моделей. Ну а главный инструмент для отделения деталей это конечно же модельные кусачки. И у мачете они представлены вот таким вот замечательным экземпляром. Выполнены они из нержавеющей стали и имеют вот такую вот массивную пружину. Сейчас посмотрим удобно ли ими пользоваться. На первый взгляд кусачки кажутся достаточно массивными, но это впечатление обманчиво. Оказалось, что они ничуть не больше моего предыдущего инструмента. Вот посмотрите по размеру один к одному. Кстати говоря, новые инструменты появились у меня очень вовремя. Мои нынешние кусачки уже под износились. Здесь есть небольшой зазор между губками, а также они смыкаются уже недостаточно плотно. Точнее недостаточно ровно. С новыми таких проблем нету. Смотрите, прекрасный стык, идеально ровный. И также отсутствует щель между губками. Инструмент отлично лежит в руке, пружина достаточно мощная и прекрасно разводит в стороны режущие кромки. Давайте попробуем что-нибудь срезать. Как видите, кусачки дают очень точный ровный срез. Пластик отлично режется. Я даже не ощущаю усилия в момент скусывания деталей. То есть инструмент очень острый и очень точный. Более толстый литник. Сейчас попробуем. Коврик я уберу, чтобы его сетка не перебивала зум камеры. Вот посмотрите, отличный ровный срез. Тонкие хрупкие детали можно отрезать самым кончиком режущей кромки. Таким образом, деформация будет минимальная и, значит, минимальный риск повредить деталь. Даже самый кончик этих кусачек острый и прекрасно справляется со своей задачей. Вот таким вот образом отделяются хрупкие, тонкие детали. Ну что ж, кусачками я очень доволен. Острые, точные, прекрасно справляются со своими задачами. И теперь это мой основной инструмент. Ну а свои прежние кусачки буду использовать для грубых работ. Например, для перекусывания проволоки. Следующий инструмент, который я хочу вам показать, это модельный нож. Вот такой вот цанговый нож предлагает компания Мачете. В комплекте с ним идет два запасных лезвия. Нож достаточно массивный, тяжелый. Особенно по сравнению с ножом, которым я пользуюсь сейчас. Вот даже невооруженным взглядом видно, насколько нож от Мачете крупнее. Здесь крупнее как и сама ручка, так и лезвие. Мои запасные лезвия сюда уже не подойдут. Так что под новую рукоять нужно будет приобретать и, соответственно, другие расходники. По первому впечатлению, в руке лежит удобно. Я думаю, работать будет комфортно. Лезвие здесь достаточно острое. Даже при легком нажатии снимается вот такая вот стружка. Также хочу отметить, что нож массивный, поэтому какие-то мелкие работы, например, зачистка вот таких вот небольших деталей проводить с его помощью не очень удобно. Но у Мачете есть разные варианты ножей с разными рукоятками. И я думаю, вы подберете для себя подходящую. Ну а такой вот массивный инструмент подойдет для работы с крупными деталями. Следующий инструмент из семейства ножей – это резак для пластика. Известный также как скрайбер. На такой вот крупной пластиковой ручке зафиксировано крючкообразное лезвие. И с его помощью можно процарапать бороздки в пластике. И таким образом, например, вырезать какие-то детали или же отрезать необходимый кусочек пластика. Вот обратите внимание, на лезвии написано «Ольфа Япония». А это означает, что под брендом Мачете находится действительно качественный инструмент. Бренд «Ольфа» наверняка знает каждый моделист и знает, что это действительно качественное изделие. В наборе со скрайбером идут также несколько дополнительных лезвий и спрятаны они вот здесь вот в ручке. Честно говоря, открывается эта ручка не очень удобно. Я лучше сейчас их извлеку и буду хранить в каком-нибудь другом месте. Из отсека выпала еще вот такая вот деталь. Если кто-то знает, что это такое и для чего, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, на мой взгляд, она может устанавливаться вот сюда вот вместо лезвия или вместе с лезвием. И, возможно, вот в эту часть ставится стержень и таким образом можно делать какие-то разметки. Хотя я не очень хорошо себе это сейчас представляю. Ну, как я и сказал, если вы знаете, что это такое, то напишите, пожалуйста, и объясните. В наборе также присутствуют два запасных лезвия. Скрайбер попал ко мне в руки очень кстати. Время от времени появляются задачки что-то разрезать, что-то вырезать. И к такому инструменту я уже присматривался. Так что будем обязательно применять. Кстати, вот здесь не очень хорошо, что нет колпачка для инструмента. Все-таки лезвие достаточно острое. И, во-первых, нужно хранить его осторожно, чтобы не порезаться. А во-вторых, чтобы не повредить само лезвие. Так что нужно будет что-нибудь придумать. Следующее, что хочу вам показать, это микродрель. У меня уже есть опыт обращения с микродрелями. Я часто дорабатываю модели. Ну а также непременно рассверливаю выхладные трубы и прочие отверстия. Так что для меня этот инструмент незаменим. Но, возможно, такие доработки делают не все моделисты. И для кого-то микродрель будет уже излишеством. Судя по обложке, этот инструмент предназначен для сверел от 0,3 до 3,2 мм диаметра. Очень большой разброс. И это очень здорово. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Внутри в дрели находятся запасные, точнее, дополнительные цанги. Вот таким вот образом две цанги. Цанги двухсторонние. То есть одной мы непосредственно пользуемся. Ее можно переворачивать либо одной, либо другой стороной. Ну а вторая, запасная, находится в задней части микродрели. Сейчас я пользуюсь вот такой вот небольшой микродрелью. И мне очень не нравится, что задняя часть, вот эта вот вращающаяся часть, закручена на винт. Во время работы этот винт часто раскручивается и верхняя часть просто отваливается. Это неудобно, приходится прерываться, закручивать, ставить все на место и продолжать только после этого работу. А здесь же верхняя часть на клепочке и такой проблемы уже никогда не возникнет. Микродрель эта также достаточно удобно лежит в руке. По крайней мере удобнее моей нынешней. Ну а как ей будет работаться, скоро узнаем. Ну и конечно же важное преимущество этой дрели, это возможность установить сверла разного диаметра. А цанги под них я уже показывал. Когда я выбирал себе эту микродрель, на сайте оказалось несколько вариантов. То есть были для маленьких сверел, были для сверел чуть побольше. Ну а универсальных я тогда не нашел. И вот этот вариант мне кажется самым оптимальным, который предлагает мачете. Для более крупных сверел я использовал две вот такие вот микродрели, которые нашел у себя в запасах. Но они без задников и пользоваться ими не так удобно. Тем более гораздо удобнее иметь инструмент с несколькими сменными цангами, чем несколько разных инструментов. Так что вот я считаю на эти вещи нужно обращать особое внимание при выборе микродрели. Удобная задняя часть, оптимальный размер самого инструмента, ну и конечно же универсальность. Протестируем дрель уже в ближайших проектах, ну а сейчас движемся дальше. Теперь поговорим о зачистке деталей. У мачете для этих целей есть множество всевозможных приспособлений. И для начала я хочу вам показать вот такой вот набор надфилей. В отличие от других инструментов надфили упакованы в такой вот стильный удобный футляр. В наборе 6 надфилей. Итак, в наборе присутствует треугольный, квадратный, круглый надфиль, а также три варианта плоских. Плоский с прямоугольным концом, плоский который сужается к кончику, а также плоский с такой вот полукруглой противоположной стороной. Все необходимые формы здесь есть. Также вот интересный момент, на рукоятке также присутствует рифление. Вот уж не знаю, функциональная это какая-то особенность или же просто декор. Попробуем убрать пару заусенцев надфилем. Прекрасно справляется с пластиком, буквально за пару движений остаток питателя просто исчезает. Кстати говоря, никогда не пользовался надфилями для обработки деталей, всегда обходился ножом либо шкуркой. Но теперь буду пробовать использовать и надфили. И возможно зря я не обращал внимание на этот инструмент. Давайте посмотрим, насколько эти надфиля все-таки зубастые. Попробуем пропилить небольшую канавку. Как видите, за несколько движений получается вот такой вот пропил. Инструмент прекрасно вгрызается в пластик. Также вот легко получилась такая вот плоская площадка на круглом литнике. Ну что ж, как я и сказал, будем использовать, будем экспериментировать. Ну и в процессе строек я еще не раз поделюсь своим впечатлением. Следующий инструмент для зачистки деталей это традиционная наждачная бумага. Мачете предлагает вот такой вот набор с бумагой разной зернистости. Этот набор включает в себя 6 листов. Зернистость от 400 до 2000. Достаточно большой разброс. То есть фактически здесь бумага, которая пригодится как для зачистки каких-то дефектов, так и для полировки деталей. Вот такие вот 6 оттенков серого присутствуют в наборе. Листы достаточно большие и хватит их, я думаю, надолго. Если вы, конечно, не занимаетесь серьезными перепилами, которые требуют постоянной зачистки и полировки. Очень хорошо, что здесь в одном наборе большой разброс зернистости. Если вы раньше не пользовались наждачной бумагой, то так сходу сложно определить, какая именно вам нужна. Ну а здесь уже все под рукой, можно все попробовать и определиться, какая вам больше подходит для дальнейшей работы. Ну а, возможно, будут использоваться все равномерно. Вот, кстати, бумага с зернистостью 2000. Пожалуй, она действительно используется для полировки. Пальцем фактура практически не ощущается. Она как будто бы гладкая. Но я уверен, если шлифовать ей по пластику или по краске, то эффект сразу будет заметен. Вот я покажу поближе характеристики бумаги. И здесь хочу отметить, что она водостойкая. То есть подходит как для сухого, так и мокрого шлифования. Ну что ж, думаю, с бумагой все понятно. Переходим дальше. Продолжаем тему зачистки деталей. И следующее, что я хочу вам показать, это шлифовальные губки. По сути, это та же самая наждачная бумага, но наклеенная на плотный поролон. Давайте посмотрим на них поближе. Вот такое вот незамысловатое приспособление, которое очень здорово облегчает шлифовку деталей. Мачете предлагает губки размером 100 на 100 миллиметров. Поролон, на который наклеена наждачная бумага, достаточно упругий, гибкий. И работать с такой губкой будет очень удобно. Думаю, здесь также все просто и понятно. Губки имеют также зернистость. В моем случае это 2000, 1200 и 800. Тоже достаточно большой разброс. Подойдет для устранения каких-то крупных дефектов, ну а также для шлифовки деталей. В отличие от наждачной бумаги, на самой губке не написано какая-то зернистость. Вот, в отличие от обратной стороны наждачной бумаги. Поэтому, я думаю, лучше или не терять обложки, или же написать самостоятельно. Губки у мачете также водостойкие, ну а используются они чаще для зачистки криволинейных поверхностей или каких-либо труднодоступных мест. Очень удобно отрезать небольшой кусочек, зажать его в пинцет и дотянуться до необходимого участка. Кстати говоря, самый близкий аналог подобных шлифовальных губок, это вот такая вот маникюрная пилочка, которой я уже достаточно давно пользуюсь. Единственное, что здесь присутствует такая вот жесткая прослойка. Но, при желании, я думаю, губку также можно наклеить на какую-нибудь жесткую поверхность. И, фактически, это будет точно такой же инструмент. Следующее, что я хочу вам показать, это маскировочная лента. Мачете предлагает самые разные размеры этих лент. Например, вот такая вот узкая, шириной всего 3 миллиметра, или уже более широкая, шириной 10 миллиметров. Но есть множество промежуточных размеров. Напоминаю, в описании находится ссылка, вы можете перейти и ознакомиться со всем ассортиментом фирмы. Давайте поближе взглянем на те ленты, которые у меня в руках. Кстати, изготовлены они на основе японской бумаги. Так что, я думаю, качество здесь будет на высоте. Итак, первые впечатления. Лента очень мягкая и пластичная. Я уверен, она будет очень здорово обтекать все неровности и отлично маскировать необходимые узоры и рисунки. Посмотрим теперь, насколько хорошо она клеится к пластику. Лента, как видите, очень-очень тонкая, практически полупрозрачная. Уверен, она очень здорово будет выполнять свою функцию. Я, когда начинал свой путь в моделизме, в качестве маскировочной ленты использовал обычный малярный скотч. Со своей задачей он более-менее справлялся. И я даже думал, что, возможно, не стоит переплачивать за какие-то специальные маскировочные ленты. Но все же однажды купил такую вот специальную модельную и понял, что это просто небо и земля. Если кто-то еще сомневается и думает, что малярным скотчем можно обойтись, то, хочу вам сказать, не заблуждайтесь. Приобретите себе настоящую специальную модельную маскировочную ленту и, что называется, ощутите разницу. Давайте попробуем замаскировать еще раз. Я ленту предварительно приклеил на коврик. Посмотрим, как после такого приклеивания она пристанет к детали. Похоже, никаких проблем с липучестью нет. Прекрасно закрывает деталь. И, как видите, как я и говорил, лента достаточно тонкая и очень легко продавливается нужный рельеф. Лента, как видите, очень легко разрезается с помощью острого кончика ножа. И это очень удобно, если вы, например, маскируете стекла. Можно заклеить с запасом большую часть стекла, а потом вырезать по контуру. Нет необходимости сильно давить и тем самым рисковать повредить деталь. Это, кстати, еще одно преимущество модельной маскировочной ленты. Поскольку малярный скотч все же требует усилия при разрезании. Ну и плюс он достаточно толстый, как я и говорил, и недостаточно хорошо очерчивает рельеф. Кстати говоря, очень удобно в арсенале иметь ленты разной ширины. Вместо того, чтобы нарезать узкие полосочки, можно просто взять узкую ленту. Это, например, очень удобно, если необходимо нанести полосы на технику. Так что я рад, что у меня в арсенале появились такие вот разные варианты. Сама же лента от Мачете мне очень понравилась. Она, как видите, прекрасно справляется со своими задачами. И соответствует всем параметрам добротной модельной маскировочной ленты. Поговорим теперь о приспособлениях для склеивания. У меня в руках сменные насадки-дозаторы для клея. Такие вот вытянутые суженные трубочки. Мачете их предлагают в упаковках по 3 и по 10 штук. Мне еще не приходилось пользоваться подобными трубочками. И я сейчас не могу сказать, насколько быстро они будут приходить в негодность. И как скоро придется менять на новую. Но встречал такую вот информацию, что эти трубочки очень удобно одевать на носик суперклея. И таким образом аккуратно и точечно наносить этот клей. А теперь, когда у меня в руках есть это приспособление, буду обязательно пользоваться. И, возможно, полюблю работу с фототравлением. Поскольку во всей этой истории удобство нанесения суперклея один из самых важных моментов. Конечно, подобные хвостики можно вытянуть самостоятельно из ушных палочек или же других подобных трубочек. Но если не хочется заморачиваться, то вот вам готовое решение. Насколько я понял, клей в этой трубочке может просто затвердеть на кончике. И таким образом закупорить тюбик. Когда в следующий раз понадобится воспользоваться этим клеем, кончик просто обрезается. И можно продолжать работу. Буду обязательно экспериментировать с этими хвостиками. И посмотрим, насколько удобно с их помощью наносить клей. Ну а теперь посмотрим, что Мачете предлагает для покраски. Первое, это пипетки разного объема. Думаю, их назначение очевидно. Я их использую в основном, чтобы набирать воду и всевозможные растворители. Для разбавления красок, а также для промывки аэрографа. В принципе, одной такой пипетки хватает на довольно долгое время. Так что фасовка максимум по 5 штук здесь, я считаю, достаточно актуальна. По миллилитрам у Мачете также есть небольшой разброс. Это 1, 3 и 5 миллилитров. Ну а фасовка, соответственно, также 1, 3 и 5 штук. Собственно, это вот такие вот обычные пластиковые пипетки. И сказать-то о них больше особо нечего. Так что движемся дальше. А дальше хочу показать вам вот такую вот палитру на 6 ячеек. Отличное металлическое добротное изделие. Не изгибается, достаточно прочное, плотное. Сама палитра не очень глубокая, но я думаю, этого достаточно. Отлично подойдет для разведения смывки, фильтра и всевозможных эффектов. Кстати говоря, из подручных материалов я не нашел ничего похожего, что могло бы сыграть роль подобной палитры. Так что посылочка от Мачете оказалась у меня в руках очень кстати. Я уже подумывал приобрести что-то подобное. Как я и сказал, на первый взгляд глубина палитры достаточно приемлемая. Но, конечно, в процессе работы будет видно, так это или нет. У меня еще подобного приспособления не было, поэтому сравнивать не с чем. Будем пробовать и я обязательно поделюсь своим мнением. И, наконец, последнее, что я хочу вам показать, последнее, что было в этой посылочке, это набор кистей. Здесь у меня кисти небольшого диаметра. Сейчас я их достану и покажу поближе. В наборе кисти четырех размеров двойка, единичка, ноль и три нуля. Ноль и три нуля даны по две штуки. На мой взгляд, это одни из самых востребованных размеров. Отлично подойдут для детализации интерьера, а также для росписи фигурок. Конечно, о самих кистях сейчас сказать что-то сложно. Нужно попробовать с ними поработать. Ну а так-то это обычная синтетическая кисть, которой я регулярно пользуюсь. Воспользуюсь ими на ближайших моделях и расскажу вам свои впечатления. Ну что ж, друзья, вот такой вот инструмент расходники предлагает компания Мачете. Ну и, конечно же, еще больший ассортимент вы можете найти на официальном сайте. Ссылочку, напоминаю, я оставляю в описании под видео. Подводя итог, хочу сказать, что все рассмотренные образцы мне очень понравились. Инструменты и расходники качественные, добротные и приятные в работе. Уверен, теперь вы их не раз увидите в моих роликах. Ну и, конечно же, после теста в боевых условиях я буду делиться своими впечатлениями. Почти все представленные инструменты это такой себе стартовый набор моделиста. Но здесь, конечно, есть еще что обсудить и, я думаю, это тема для отдельного ролика. Напишите в комментариях, если вам будет интересно такое видео. На этом обзор инструментами расходников от Мачете я буду заканчивать. Еще раз хочу поблагодарить фирму за предоставленные образцы и благодарю вас за внимание к этому ролику. Ставьте лайки, если видео было вам интересным и пишите комментарии, если есть что сказать. Ну а также не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.